Делай город Андрей Бем В это время нам удалось завершить 4 проекта и в данный момент мы работаем еще над более 10, поэтому надеемся, что еще через 5 месяцев мы порадуем вас большим числом завершенных проектов. Если говорить конкретно о том, какие территории были благоустроены, то, пожалуй, знаковым и самым большим для нас проектом, который мы реализовали на протяжении 11 месяцев, стал проект участка на переченье улиц Маршала Жукова и Масленникова. Он называется «Островок». Это 500 квадратных метров. Прямо в центре нашего города такой появился мини-сквер. И сейчас любой амич, любой желающий может прийти на эту территорию и оценить то, что у нас получилось. Есть замечательные скамейки, возможность отдохнуть, перевести дух. И это такая для нас важная история, потому что нагруженный перекресток, там очень большой трафик, рядом очень много бизнеса, государственных учреждений. И не было места, где человек мог просто сесть и отдохнуть. И вот такой вот мини-сквер появился на 500 квадратных метров. Надеюсь, надеюсь, амичам он понравится. И мы приглашаем всех посетить, поделиться своей обратной связью по поводу этого места. Также у нас завершен проект хоккейной коробки. Это тоже очень интересный кейс с точки зрения, скажем так, разрешения конфликтов. Потому что, как всегда, в любом дворе у нас есть часть людей, которые хотят играть в хоккей, а часть людей, которые не хотят, например, платить за свет на хоккейной коробке. И поэтому мы предложили такое компромиссное решение. Сделали фонари на солнечных батареях. Таким образом, свет на коробке есть, но жители за него не платят. Это интересное решение, которое мы опробуем уже этой зимой. Пока мы посмотрели, как работают и насколько эффективно работают фонари только лишь в летнее время, результат нас очень радует. То есть приходят люди играть и в баскетбол, потому что на этой хоккейной коробке есть баскетбольные кольца. И, надеемся, зимой станет точкой притяжения для всех любителей самого, наверное, популярного вида спорта в нашем городе. С учетом того, как сильно мы любим нашу любимую хоккейную команду. Все-таки, кто инициатор данных проектов и вообще, как вы с ними взаимодействуете? Если говорить про первый проект, то инициатором у нас является Алексей Дударев. Это, я говорю про проект «Островок» на пересечении Масленникова и Жукова. Алексей является учредителем нашей некоммерческой организации, генеральным директором компании «Джемс Девелопмент». Это была его идея благоустроить эту территорию, потому что он видел, что на вот этом маленьком участке паркуются машины, протекторами шин вывозят грязь, из-за этого вокруг на парковке грязно. И он подумал, что было бы здорово вернуть эту землю пешеходам для того, чтобы люди здесь могли отдыхать. И это был бы такой маленький локальный сквер. Идея этого проекта принадлежит ему. И я хочу отметить, что в рамках нашей платформы это первый проект, который построен на абсолютно частные деньги. То есть это все деньги, которые инвестировал в этот проект Алексей. Это его большая заслуга. И нам было интересно, как город отнесется к меценату. Мы видим, что сейчас очень много людей задействованы в обновлении наших школьных учреждений. Но мне кажется, благоустройство это тоже та сфера, где Омску необходимо развиваться. И как вариант, это приток частных инвестиций. И Алексей вот в этом смысле такой один из первопроходцев этой истории. Нужно сказать, что проект был реализован, как я уже сказал, за 11 месяцев, потому что мы согласовывали его с администрацией города Омска у этого проекта и все разрешительные документы. И на согласование у нас ушло 159 рабочих дней. Для нас это было очень важно, чтобы проект был абсолютно законен. Это один из принципов нашей платформы. И самое главное, теперь мы можем делиться с Амичами опытом, как взять муниципальную землю в аренду, например, тому же представителю бизнеса. И по закону, получив все разрешения, сделать благоустройство, допустим, рядом со своим офисом. Либо с тем местом, которое ему приглянулось в городе. Поэтому для нас это такой опыт, который мы можем транслировать людям, которые хотели бы тоже заняться благоустройством нашего города. Если говорить про проект хоккейной коробки, он, понятное дело, гораздо более локальный. Располагается на Иртышской набережной 19. То этот проект осуществлен за фандрайзинговые средства. То есть мы собирали деньги с помощью фандрайзинга, с помощью платформы «Делай город». У нас на платформе любой желающий может поддержать проект. И вот эти самые 43 тысячи рублей, которые нам были необходимы для того, чтобы сделать скамейки и освещение, мы собрали с помощью фандрайзинга. Какие, возможно, еще есть способы финансирования, получения средств на реализацию проекта? Я думаю, многие АМИЧи слышали о том, что в следующем году решением губернатора Омской области будет выделен 1 миллиард рублей на инициативное бюджетирование, на инициативные проекты. Часть проектов мы реализуем с помощью этого способа. Это тоже один из возможных вариантов привлечения средств. То есть в таком случае жители обозначают потребность. Администрация, собирая необходимые документы, находя подрядчика, реализует благоустройство за счет муниципальных средств. Это тоже один из способов. Есть история грантовая. Отрадно, что в этом году у нас 4 победы в грантовых конкурсах. И из них есть 2 проекта на спортивные площадки. Один уже реализован, и одна будет построенная. Первая площадка в Порт-Артуре. У нашего инициатора было принципиальное желание, чтобы спортивная площадка появилась в отдалении от центра нашего города. Потому что здорово, что в центре города появляются такие объекты. Хотелось бы, чтобы они были и в удалении. Поэтому есть возможность привлечь грантовые средства. Мы тоже готовы делиться своим опытом. Есть возможность собрать с помощью нашей платформы средства через фандрайзинг. И есть, собственно говоря, возможность, общаясь с бизнесом, заинтересовав его, реализовать, может быть, такой совместный проект, привлев частные средства. Как вариант. Взаимодействие вас и амичей. Как оно проходит? То есть, как к вам обратиться, если человек решил, что мне бы хотелось благоустроить детскую площадку во дворе своего дома, грубо говоря? Что нужно сделать? Для этого достаточно написать нам в наших социальных сетях. Вы можете найти нашу платформу, используя два слова «делай город». Вводите в поисковике, и вам обязательно выйдут наши социальные сети и платформа. Через платформу вы можете написать нам на почту, либо найти, скажем так, в социальных сетях действующих лиц нашей некоммерческой организации, связаться с нами. И мы ответим на все интересующие вас вопросы. Главное помнить, что каждый проект индивидуальный. У каждого из них есть свои особенности. И первостепенно, что нам будет необходимо сделать, это определить форму собственности земельного участка. А дальше мы готовы безвозмездно проконсультировать человека и предложить тот способ привлечения средств, который будет наиболее оптимальный в данной ситуации. Ну, понятно, для чего это нужно человеку, который к вам обращается. Для чего это нужно вам непосредственно? Это же бесплатное взаимодействие. Для чем? Да, это бесплатное взаимодействие. Здесь важно отметить, что это такая большая миссия, которую мы все приняли вместе с нашим учредителем, с Алексеем Дударевым. Что проведя анализ, и это, между прочим, абсолютно открытая информация, вторая причина по тому, почему Амичи покидают Омск, это качество благоустройства. И нам бы хотелось, используя в том числе наши средства, средства нашей команды, помочь городу Омску и прежде всего самим жителям сделать территорию вокруг себя лучше. Мы всегда подчеркиваем, что мы занимаемся микропроектами благоустройства. То есть мы не благоустраиваем улицы, скверы огромные. Наша задача точечно, возможно, это кто-то назовет теорию малых дел, но точечно благоустраивать территорию и менять среду, и менять самое главное понимание Амичей, что город принадлежит им, мы все несем за него ответственность. То есть граница нашей социальной ответственности не должна заканчиваться границей нашей квартиры или нашего дома, мы несем ответственность в целом за наш муниципалитет. Поэтому вот у нас есть такая большая миссия, которую мы несем, которая вдохновляет каждого члена нашей команды делать город лучше, потому что нет ничего более вдохновляющего, чем ситуация, когда ты смотришь, как поменялась территория буквально за месяц, за два месяца, как она изменилась, и как люди ей пользуются. Как люди относятся к тому, что появилось благоустройство и начинают взаимодействовать с средой. Это очень здорово. Еще один важный шаг на пути к вашей цели. Вы сделали буквально недавно, получили грант и запустили так называемую школу тактического урбанизма. Что же это за организация такая и для чего она нужна Амичам? Школа тактического урбанизма, я вот всегда говорю, что социальные проекты, они рождаются либо от боли, либо от любви. Здесь на самом деле совпали эти два фактора. Это общаясь с жителями, когда ты приходишь во дворы, когда к тебе люди обращаются, мы заметили, что есть ряд типовых проблем, которые мы можем решить с помощью школы. Ну, я приведу простой пример, мы уже о нем частично поговорили. Допустим, хоккейные коробки. У нас их в городе очень много. Есть проблемы с освещением. И, допустим, наш опыт по установке светодиодных фонарей на солнечных батареях мог быть полезен не только одному двору, но и многим. И это вот такие локальные действия, которые не требуют больших затрат, ни трудозатрат, ни финансовых затрат, но тем не менее решают проблему. И у нашей команды возникла идея, что с помощью школы, когда мы объединим активистов старших по домам, руководителей некоммерческих организаций, безусловно студентов, но и в целом всех желающих, мы сможем, рассказав о нашем опыте, привлечь экспертов, которые поделятся своим опытом, большему количеству людей рассказать о том, как они непосредственно могут благоустроить своими силами город. Вот так зародилась идея. С 15 по 16 июля у нас проходил теоретический блок школы. Что это? Это было два дня насыщенных лекций, каждый день по пять лекций. Всего у нас выступало 10 спикеров, где участникам рассказывали, что такое тактический урбанизм, как вовлекать жителей в благоустройство, потому что это тоже немаловажный вопрос. Пространство будет пользоваться популярностью только в том случае, если сами жители приложили свою руку и голос, безусловно, поделившись с вами, что они хотят видеть в этом месте. Вот тогда территория будет пользоваться спросом. Поэтому мы старались людям донести, что разговаривайте друг с другом, разговаривайте с соседями, разговаривайте с жителями и пользователями территории, потому что это не только могут быть соседи, но и представители бизнеса. У каждого из субъектов есть свой интерес, их нужно учитывать. И если вы сделаете все правильно, то очень высока вероятность, что пространство будет популярным. Сейчас, если говорить о том, что происходит прямо сейчас, то теперь ребята своими руками благоустраивают те территории, которые они выбрали. Всего у нас пять объектов. Это объекты, и вот тоже для нас такой важный момент, который мы подчеркиваем, в том числе и в рамках этого интервью, что благоустройством нужно заниматься не только в центре города, но и на окраинах. Вот вчера мы были на Московке, на территории муниципальной библиотеки, на улице Моторная 3. И там есть задний дворик. И возникла идея у сотрудников библиотеки благоустроить задний дворик для того, чтобы читатели могли в летнюю погоду, собственно говоря, читать, проводить время, разговаривать, играть на заднем дворе в более, скажем так, неформальной и комфортной с точки зрения погодных условий территории. Также у нас есть объект два вуза. Это Омский государственный аграрный университет и Омский государственный педагогический университет. В одной территории мы благоустраиваем тоже внутренний дворик, в другой территорию перед молодежным центром. Есть у нас хоккейная коробка. Ну, так как мы уже поговорили про этот опыт здесь, не буду останавливаться более подробно. И последний проект – это угол Печокоса. Мечи могли о нем слышать, потому что мы еще весной проводили благотворительную игру «Что, где, когда» в поддержку этого проекта. Это территория за домом Печокос. Замечательное здание в стиле модерн. Если вы о нем не знаете, то обязательно почитайте. У него очень богатая история. Вот эти пять проектов, которые мы отобрали, будут благоустроены в этом году с помощью школы. И самое главное – руками самих инициаторов и тех людей, кто хотел бы себя попробовать в сфере благоустройства. Слушателями первого курса уже стали 150 человек. Планируется ли второй набор? И от самих, так скажем, ваших студентов требовались какие-то финансовые вложения? Нет. Мы… Отвечу сразу на второй вопрос. Мы не просили о финансовой поддержке самих участников школы. Вот это первая часть вопроса. Второй вопрос. Мы во всех проектах придерживаемся одной очень важной вещи. Мы после завершения того, как школа закончится. А закончится она у нас в конце сентября. И вот как раз у нас будет месяц октябрь. Мы соберем обратную связь от участников. На основе этой обратной связи мы поймем, стоит ли делать второй поток в следующем году. Или все-таки проект должен ограничиться одним сезоном. Только после этого команды вместе с участниками будем принимать совместное решение о том, в следующем году делать подобную школу или нет. Но скажу уже сейчас, судя по тем улыбкам, обратной связи, которую мы получаем на данном этапе, радости людей, когда они впервые в жизни попробовали шуруповертом воспользоваться или шлейфмашинкой, своими руками, мы с командой делаем предварительный вывод, что второй сезон не просто должен быть, он обязан быть. Потому что люди превращаются в абсолютно улыбчивых жителей, когда они своим трудом и видя, как в процессе они улучшают среду, видоизменяют город. Это дорогого стоит. Будем надеяться, что все ваши планы реализуются. И мы с вами снова встретимся и обсудим позитивные изменения в нашем городе. Спасибо большое за ваши ответы. Спасибо большое. А я напомню, это было интервью с руководителем общественного проекта «Делай город» Андреем Бемом. В студии была Ксения Тойечкина. Увидимся в эфире Омск ТВ. Ксения Тойечкина. Ксения Тойечкина. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...